Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Алексей. Сегодня в первом взгляде у нас игра про строительство Советского Союза, так что будем восстанавливать Советский Союз в рамках нашей квартиры, комнаты, не знаю там, компьютера. Так что давайте без лишних слов, игра про стройку, Советская Республика. Поехали! Перед созданием карты мы можем выбрать разные параметры, я оставлю всё как есть, поэтому сразу поехали! Как я говорил изначально, собственно, это игра про стройку, и вот выполнена в стилистике Советского Союза. Мы начинаем на каком-то поле, и, кстати, нихера тут размеры, я смотрю. Так, ребят, давайте что-нибудь уже построим. А, значит, верхняя панель, статистика, инфраструктура. Ну, вначале, разумеется, нужно начать с каких-то дорог, я насколько понимаю, да? То есть у нас тут есть уже разные типы дорог, давайте... Угу, дорога отсо фонарями, да, чтобы всё было видно. Давайте примерно так запилим. Тут есть также ещё, я насколько понял, время, да, которое можно ускорить. И я можу вообще поставить паузу и заниматься строительством по полной. Ну что, ребят, давайте хоть какие-то здания уже начинать строить, или давайте лучше вот как-то по секторам распределим. То есть у нас будет типа жилой сектор, производственный сектор, ну, я думаю, что как-то так. Дело в том, что я не особо разбираюсь в играх данного толка, поэтому я буду, скажем так, с обывательской стороны как-то комментировать и пытаться рассуждать. Есть также возможность строить пешеходные дорожки, но в Советском Союзе этого не было толком, поэтому к чёрту их, да? У нас упор, как, собственно, в Советском Союзе идёт чисто на машины, и ничего больше. И вот, к сожалению, эту тематику современная архитектура только лишь подхватывает. Ну, подчёркиваю, современная СНГшная архитектура, да? Не западная. Угу, хорошо. Давайте, получается, с двух сторон так запилим, да, вот эти пешеходные дорожки. Возможно, нужно сделать какой-то подъезд, потому что, ну, если у нас будет какой-то транспорт, то нужно сделать всё равно зону, да, с открытой дорогой, ну, допустим, здесь. Я не знаю, меня в архитектурном бы прибили, наверное, да, за такую стройку, но чёрт его знает. В строительной вкладке я предлагаю построить побольше домов, вот как раз-таки советская типичная застройка с кучей многоэтажек. Это, в принципе, норма. Ну, вот это, знаете, с чем связано? Типа, что после военных годов там надо было, типа, большое число народу расселить, да? И вот поэтому настроили эту хероту панельную, и никак не заботятся об инфраструктуре, да? То есть, современное строительство тоже так и подразумевает, что ты выходишь, у тебя за окном куча машин, помойка, всё. Ни детской толком площадки, ничего, копайся в грязи, это норма. Типа, получил квартиру на халяву, радуйся хотя бы этому. Сразу можно отметить, что игра выполнена как раз-таки в такой более реалистичной тематике, да? То есть, графика не рисованная, вот. Ну, такое, значит, пару домов я построил по советским стандартам, да? Я просто тупо налепил рядом, хе-хе. Вот, и давайте продолжать строить что-нибудь ещё. Зайдя в образование, можно заметить, что здесь нету каких-то школ, по крайней мере, я не вижу их, да? И то есть, у нас получается только какое-то среднее и высшее образование. Ну, давайте сделаем буквально несколько зданий, где могут наши, скажем так, жители обучаться, да, чему-то. Это я вот как раз строю общежитие. Угу. Просто рандомные какие-то здания сейчас напихаю. Хе-хе. Что бы было, да, что называется. Пытаюсь я хоть как-то, не знаю, соответствовать геометрии, насколько это у меня получается. Ну, потому что не хочется сделать всё как-то в крифе, а в кость. Технический университет, ни хера себе такая шарага огромная. Ну, давайте попробуем. Ну что, теперь у нас есть уже место, где студенты могут жить, учиться, всё как бы хорошо. Помимо рабочих мест, которые я хочу построить в будущем, давайте лучше сделаем какие-то места для отдыха. Пока не забыл, хочу сделать какие-то производственные здания. И вот специально для этого строю какие-то здания по поводу того, чтобы можно было там добывать зерно. То есть сделаем совхозы, колхозы, всё как положено. Большое поле. Ни хера себе шарага. Вот это поворот. Давайте какой-нибудь его сюда впиндюрим, как раз поближе к хранению, да? Ой-ой-ой, какая она большая. Может, наверное, было поменьше построить, а то я что-то самое большое просто выбрал. Ни хера толком не видно, наступила ночь. Так, ладно, ребят, давайте лучше поменьше, потому что, ну, это хер туда пришпандосишь. Блин, ребят, реально плохо видно, потому что наступила ночь, но будем ждать, чтобы скорее наступило утро уже. Ладно, примерно так построю. Надеюсь, что там по дороге всё будет хорошо, да? То есть мы всё-таки соединим с нашей основной дорогой. Осталось дождаться только, когда наступит всё-таки день, утро, да, и посмотрим, что у нас из этого получилось. Куда же мы без совхоза, да, ребята? Нужно как-то его пришпандосить сюда. Во! То есть у нас есть уже что добывать, где добывать и где хранить. Осталось дело за малым, да, чтобы, собственно, наши жители пошли на работу. Ну, кроме работы, как я уже сказал, нужно сделать ещё также места отдыха. Пока я искал места отдыха, уже наступил день, и теперь можно спокойно заняться строительством различных там футбольных, баскетбольных площадок, да? Просто рандомно так вот сейчас напихаю разных. Пусть люди отдыхают и развлекаются. Строительство торгового центра, вы посмотрите, какая-то гигантская херобора, да, то есть намного больше тех же домов, которые тут есть. Людишки наши уже куда-то пошли, вот давайте хотя бы промониторим. А, стоило мне построить магазин, да, они все как раз-таки ринулись в него. Но это, в принципе, логично, потому что у меня вся, как казалось бы, инфраструктура есть, а вот что не кушать будут, я об этом не позаботился. Вот, ну, так или иначе, стройка продолжается, нужно сделать, наверное, магазинов побольше. Кинотеатр, допустим, тоже хорошая тема, да? Сейчас мы пришпандосим. Во! Теперь есть уже куда пойти, да, где поработать, уже хорошо, есть образование, все как в Советском Союзе. Куда же без бара, да, сейчас мы тут баров нахерачим, будем спаивать наше население к херам просто. Я смотрю, они вообще толком не работают, ребят, смотрите, они только по магазинам ходят. Хорош! Откуда они вообще деньги берут, потому что на работу они толком и не ходят. Во, в пивнушку пошли, посмотри, смотри. А, это пивнушка! Ха-ха-ха-ха! Короче, нормально. У нас народ вообще такой, ну, упоротый, короче. Не работают, не учатся, просто по пивнушкам и по магазинам ходят. Да, откуда у них бабосы? А, остается под вопросом. Мясо-комбинат. Нихера себе такая байда большая. А у нас, по-моему, производство мяса сейчас еще и не идет, да? То есть, надо какую-то ферму построить еще что-то. Кстати, в отрицательных комментариях, а в стиме писали такую тему, меня позабавило, что иногда люди, короче, которые, ну, в общем, если у тебя город большой, да, не пользуются транспортом и могут, короче, умереть в дороге, да? То есть, они вышли, там, не знаю, на работу, и пока они добираются до рабочего места, они умирают. Ха-ха-ха! Звучит забавно. Давайте, наверное, сделаем еще побольше дорог и посмотрим вообще, какие там еще есть постройки, потому что я тут уже все как бы застроил, да, все, что я хотел. Вот так примерно сделаем. Тут, видите, еще есть также такая тема, типа, неровные ландшафты, все такое, но это спокойно выравнивается, так что с этим проблем особо нету. Специально камеру приблизил, давайте пробежимся еще по зданиям, да? Допустим, кирпичный какой-то дом, да? Рядом с торговым центром. Хе-хе! Рандомно совершенно просто будем строить, ну, и заодно наблюдать, да, как это что выглядит. Нихера себе какая-то палка. Ну, что-то это... О, хорош! Хе-хе-хе! Такой, короче, ни дорожек, ничего нету, но, в принципе, это норма. Просто выходишь, и сразу дорога. Кстати, вот это здание двухэтажное, и что так... Ну, это, похоже, какие-то бараки, да, смотрятся как-то максимально крипово. Вот это уже такая, типа, Ленинка-Сталинка, в духе, что называется, да? Давайте посмотрим на декорации. О! Дедушка Ленин, куда бы тебя только впендюрить? Нормально, посреди этого совхоза-завоза. Хе-хе! Сейчас мы его тут навтыкаем везде, где ни попадет, да? О, хорош! Хе-хе-хе! Не, похоже, это перебор, да? Хе-хе, похоже, перебор. А, то есть, есть еще большая и малая статуя, хорош! О, вот это круто! Вообще, брутально! Смотрите, серпомолот, хорош! Смотрится круто, да? Такая большая эта штука. О! Я аж прям почувствовал этот дух Советского Союза. Какие-то все маленькие, это кусты, что ли? О, я что-то как-то рассчитывал на какие-то деревья. Ну, давайте хотя бы немножко облагородим наши, ну, не знаю, дома. Потому что выходишь, реально, кроме дороги, толком ничего нету. Ну, только дороги и магазины, да? Куда они все? Они все в магазин идут, смотри! Магазины пивнуха, магазины пивнуха. Я, кажется, понял, в чем моя проблема, потому что они же не могут по дороге идти, да? Вот, им нужны какие-то, не знаю, там, транспорты и прочее, прочее. Не, а как мы живем? Так и живем. Тоже зачастую тротуаров нету, как бы ходим по дорогам. А уж тем более советским гражданам вообще, наверное, ни к чему не привыкать. А, смотрите, получается, вдоль дороги ходят, да? По тротуару ходят, хорош. Но на работу идти не хотят, чертяги. Я не знаю, как их заставить теперь, да? Чисто упарываются по магазинам. В принципе, мне, наверное, как градостроителю вообще похер, да, что они там делают. Главное, чтобы налоги платили, и все хорошо. Чтобы я мог себе домик для уточки построить. Я вот лишний раз замечаю, они реально вообще в ту сторону даже не ходят. Вот, магазин пивнуха, магазин пивнуха. И вот торговый центр. Все. Кинотеатр, пожалуйста. Блин, откуда у вас бабосы? Чтобы я так жил, как говорится, да? То есть не работаешь и спокойно ходишь по развлекательным учреждениям. Ребята, самое главное здание вообще во всей игре. Ликероводочный завод. Я, правда, не знаю, куда впендюрить, но такое. Сейчас мы куда-нибудь впендюрим, и народ сразу сюда толпяком просто повалит. Даже работать, не работать. Все, даже за бесплатно они работать там будут. Потому что упоротые, упоротые твари, да? На обычную работу идти не хотят. Но вот будем надеяться, хотя бы на ликероводочный завод они пойдут. Ну что, ребят, давайте как-то подытожим. В моем исполнении, наверное, город советской постройки выглядит максимально упоротая. Что касается игры, она реально прикольная. То есть в такой советской стилистике. Не из-за того, что там типа Советский Союз и все такое, ко-ко-ко, политика. Нет, просто это, скажем так, своя тема, своя стилистика. И какая она была бы неубогая, да, там, местами и не отвечала современности. Она, ну, как бы была эта история. И почему и нет, да, почему и нет. Единственное, что меня бомбануло, так это скидка в Steam в 5% на эту игру. То есть ты, получается, покупаешь игру за 500 с лишним рублей, а тебе скидочка 28 рублей. Эй, это тебе не хухры-мухры. Это так же глупо выглядит, как когда-то реклама в Москве такая была, типа на билбордах. Купи квартиру у нас, ну, типа в нашем доме, да, и получишь кепку. Ага, купи квартиру за несколько лямов и получишь кепку. Да, в жопу себе кепку запихай. Вот так же эта скидка в 5% это просто как издевательство. В Steam, короче, там есть и положительные, и отрицательные отзывы. Ну, в основном, по-моему, положительные. Но, опять же таки, если бы я увлекался данной тематикой, да, то есть строительством, то я бы, думаю, что купил бы эту игру. Потому что, ну, блин, прикольная, прикольная. Тем более, хорошо то, что здесь нерисованная графика, которая обычно присутствует в играх этого жанра. Вы мне скажете, Лёха, чё ты фапаешь на графику? Ну, нет, ребятушки, я просто не разбираюсь в этом жанре, поэтому я с обывательской стороны... Ну, что я могу сказать? Что я увидел, да, какая с виду конфетка, да, и попробовал на вкус. Вроде вкусно, да, а... То есть я не какой-то сомелье данного жанра, поэтому, скажем так, скрупулезно я, как бы, не могу дать комментарий по этому поводу. Ну что, ребят, давайте прощаться. Ставьте большой палец вверх, если видос понравился. Вступайте в группу ВКонтакт. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»